так видно вас хорошо видно меня хорошо слышно слышно сейчас лучше снова повторю у нас все записывается и выставляется в интернет вы не против я не против все я вас слушаю говорите пожалуйста вы готовы ответить на вопрос да дело в том что я смотрел вашу видео собрание октябрь 2013 года и вы там сказали много чего говорили там была такая фраза у вас что вы там вы связали вилла из из-за пророчества библейского с владимиром лениным и еще сказали что москва это вавилон вот я хотел вот я хотел уточнить вы это скажем так сами до этого дошли что в москва это вавилон или это вы какие-то ну скажем так пророчества может быть современных отцов читали вот вот москва вавилон вот это вот соотношение это хорошо я понял вас а тут никакого пророчества не надо надо просто считать библию и знать историю другого то нет ничего в мире если написано говорит и камень оторвался не человеческой рукой наполнил весь мир то как бы мы не хотели никому прилепить не можем как ко христу пророчества даниила вот вышел овен бодает и вдруг козел разбежался поразил его из малого рога 4 мы никому не можем приложить как александру македонскому он умер на 4 царство а кто так понимает андрей архиепископ кесаре каппадокийской ефрем сирин кирилл русалимский нам этого достаточно такого государства которая победила всех и сама разделилась на 4 пока не было так и здесь как выступал пал вавилон великая блудница вином яростного блуда напоившая весь мир мы не знаем что такое вавилон вавилон да и вавилон был ли он не был но вот святые отцы толкует что речь идет о риме это рим это прямо указано в толковании апокалипсиса андрей кесаре каппадокийской лучший толкователь рим но вот первый рим пал второй рим захвачен константинополь третий рим москва а четвертому не быть и епифане славинецкий и претензии на третий рим было только москва никто не претендовал так вот а раз это рим то и вавилон только ему все я садил вавилон рим москва вавилон рим а рима 3 трижды повторяется теперь смотрим данные какие есть там вином яростного блуда какое блуда ну какой третий интернационал коммунистическая зараза все на обмане строится на одной лжи нигде правда никакой это империя зла и лжи ну ладно скажет агитлер разве не лгал гильдер грабил а тут написано от нее все обогатились и купцы посыпали головы кого не кормили не поели начиная с кубы с анголы на кого работают сейчас 70 лет работали в один день в израиле перегнали перестройка закончилась обогатились и она будет сожжена почему против нее все сегодня прямо кину пишет не кто-то генерал-полковник ивашов там радионов генерал-армии что против советских или русских ракет тройная иногда 7 слойная защита американцев даже не дадут взлететь но даже если взлетит но на одну поднятую ракету падает 51 и все это будет сожжена в течение одного часа старые атомные бомбы было необходимо 9 и сбросить а сегодня достаточно одной разделяющиеся чтобы она была сметена с лица земли она такой же осталась и сегодня и вступление в сирию это не случайно это подгонка к тому что сегодня мы рассуждаем о чем она должна войти там они сейчас ограничивают пространство где могут двигаться дальше они залетают сшивают на дальше может свободно все это начать масонов определенный план воцарение антихриста мошиаха к этому все идет это комитет 3 комитет 300 об этом масонские протоколы селевских мудрецов говорят кто сегодня этому препятствует более всего планом сбываться их наличие некой силы которая все еще стоит и с ней считаться приходится в конце концов подвигнутся сроки и в один момент без объявления всякой войны внезапно взлетает сегодня пять с половиной тысяч ракет это все данные сегодня выставлены в интернете если думаете кто-то о другом там дальше говорится и город на сей говорит семиглавы что на семи холмах семи горах москва семи холмовая а кто это пишет федора глинка это стихотворение есть ну а может относится это вашингтону и амману город но до три города есть на семи холмах но что веном блудодеянина поить из мира есть мир обогащать извините америка может только грабить она не может никого обогащать вот и весь ответ тут никакого откровения не надо достаточно здраво смотреть то написано что вилл и да далее говорится о том что проглоченные будут вот эта реабилитация которая прошла тут уже и зато ведет вилл хотим мы или не хотим ленин менял до ста восемнадцати кажется раз разные свои имена и каких-то у него не было наконец остановился ленин вилл в это у него природная ленину никогда не был ли лена это лена и ленин сын теперь сегодня объясняет как он у дяди там взял или где-то он должен был на нем остановиться и не может быть по-другому потому что это за наряжено у бога хотим мы не хотим бог сделать как ему надо я вот когда размышляю о разных полководцах склад такой у меня думать мне больше всего хотелось бы проникнуть психология адольфа гитлера как все обдумано было какой гениальный ум как все рассчитано как подошел к москве и вдруг мороз невиданной силы за ссылом масла не подготовлено не одетая обмундирование солдаты начинает пятница не сдавать не сдавать только указания меняет генерала за генералом он понимает проведение хранить его я считал это 13 что ли покушение было он остается и наконец под самым берлином все еще надеется на чудо оружия быть то бог и вот это теперь этот зверь должен воцариться и воцариться на три с половиной года верим мы не верим он будет из колена данного а это все были только притечи а кто это толкует так так толкует практически все святые отцы и папе римские вот у меня трехтомник вышел нового завета с оттолкованием собран геннадием фасов магистр богослове московской патриархии изменения пришедшие и он обрабатывает там всех святых отцов я не имею откровения лично я никаких просто я исследую смотрю и вижу кроме москвы никакой город и подходит не подходит еще ради его жгли если он со всеми согласен берлин не надо же еще англия за них них все с ними вместе но это не саддам хусай не это никогда фима мар здесь речь идет именно сожжение откуда идет центр и этот мегаполис вспыхнет я понял значит значит вот это пророчество апокалипсиса вы о нем сказали когда вавилон великий он должен будет уничтожен слугами антихриста правильно понимаю там там речь идет о рога возненавидят его и сожгут его и передадут власть антихристу то есть вы вы полагаете что россия ну скажем не россия а москва там говорится в толкованиях толкованиях андрея кисарийского говорится о государстве которое прибудет преобладающим на в то время написано севера рошами шеха и фуала и придет от севера сильнейший севернее россии никого нету но не швеция же не финляндия речь идет о севере еще идет о севере вот еще одно доказательство ну хорошо есть северная америка это не север ну я сказал больше зачем я спорить не надо я просто сказал как понимает третий рим речь идет о риме это определенно о рим в трех позициях появляется константинополь третий москва четвертому не быть то есть понимает конец ну то есть сейчас россия отравляет своим получается по этому толкованию по которой вы сказали она отравляет своим значит своим каким-то волну волшебством да все всю вселенную правильно ну так как то так сказано вино блудодеяния отравляет все народы и воздействует на всех на все народы сейчас это очень очень обольстительно то есть россия до ильям фолкнер лауреат нобелевской премии сказала однажды когда ему присуждали нобелевскую премию при помощи справедливых на первый взгляд идей коммунист умеет ловко прикрывать свои сатанинские намерения вот и весь ответ то есть получается что россия с коммунистическую идею до сих пор продвигает мир ну а потом она не может у нее все все что было построено так и осталось перестройка это касалось разграбления а не в перемене направления как было безбожество какие да и тогда еще столько и не было каждый день 18 тысяч абортов страна по миллиону в год скидывает себя все тут понимать мне такой вопрос а значит вот антихрист получается будет противником коммунистов так или я раз его слуги брос его слуги уничтожит валилон знаки передать этому власть сам он будет противником коммунистов правильно понимаю давайте снова коммунисты мы имеем ввиду не только коммунистов сама идея противодействия вот маленький вопрос как бы к этому спрашивает а за что гитлер гнал евреев у него были такие противники серьезная стране даже коммунисты и многие выжили а эти даже в люльке всех прикалывал уничтожал причина так и известна какая это препятствие к мировому владычеству мировому владычество при россии не может быть ни у кого но я слышал 11 человек какой-то ровен он говорил о том что гитлер выполнял священную работу по уничтожению неправильных евреев правильные такие есть такие неправильные сищена только не надо понимать то есть в их понятии в понятии священно это дело да а что у них у них у них они мешают поцарению этого как раз антихриста виталий короче был главный редактор журжала огонек и тогда появилась статья гитлер тире основатель израиля название хорош да но так оно и было у них там какой театр был для которой арестованы спасались там у них совершенно по-другому было и холокост все это надумано но нам зачем против этого воевать и репарации германии выплачивает это все надумано то есть он как бы на самом деле памятники должны ставить за то что он организовал такое государство даже сейчас вы видите как это тайна вот говорят сиванские протоколы мудрецов которая телефон звонит говори с миром ой спаси христос да но понимаете что я не успел позвонить у нас такие события развивались настолько стремительно что мы едва едва успевали так осадиться выхода никакого не было мы сегодня утром внезапно закончили работу в холоде в морозе в снег в воде и мы не вылазили оттуда в темноте начинали в темноте приходили так я хотел вам позвонить вы позвонили ну что начинай готовить отлично но сказали мы сами не знали еще вчера не знали хорошо ну а с кем завтра узнать и сергей и этот андрей может быть головач поедет ну да кому-то брякнуть может и игорь а где он находится 30 он что сваркой занимается там трубы ведут это видимо на турцию трубы ведут ну ладно ага ну будем ждать то посмотри может быть что-то можно отдать цингаевы давай хорошо хорошо корме кормилица ты наша низкий поклон тебе хорошо володя володя за хлебом позвонит пойдешь все понял а то отошел с богом благодарю это у нас странно мы имеем муку доступ у меня остается и мешок ей мешок нам а нам а хлеб пищет вот господь так делает на нашу нищету что там нет вы не нищие когда с богом он всегда у меня минимальнейшая пенсия бомжа мне не давали работать 35 лет стажа и 6000 пенсии ну понятно что еще ты нигде только вне ведомственной охраны притом при милиции чтобы каждую минуту можно контролировать живут же люди я не так не смог пока что но такой веры нет не имею тогда господь бы наверное давал побольше наверное ведь это от бога мы сегодня завтра вы давно на нашем были форме этом ю тубе я ну я так посмотрел вас очень много видео я так посмотрел многие но они не все что хотел посмотрел я просто выделил для себя темы которые мне интересны я объяснять объяснять завтра буду так что завтрашное собрание можете посмотреть хорошо хорошо спасибо я просто вот этот вопрос я решил для себя у вас я просто вот у сейчас нашел андрей кисарийского толкования он там сказал что предположение что жена есть великий город нужно любодеется есть великий город властвующий над царями земными делает правдоподобным предсказание о страданиях тогдашнего мирового царства да избавит нас бог от испытаний и этих бедствий ну в общем речь идет о том что какое-то мировое царство который властвует над всеми царями лично я считал что это что это ну в наше время да это великий город и царство это именно соединенные штаты которые сейчас властвуют над всеми царями земными и скажем так продвигать свою культуру по всем по всем странам в основном поэтому а у вас получается с точностью да наоборот вот я и культура это какая культура еще нет там я в америке почему даже мы мы у них понабрали я в америке много ездил там никакой культуры нету вот эти все женщины в трусах ходят и всякая пака все оттуда ползет раньше париж этим баловался сейчас америка ну хорошо значит по-вашему все-таки антихрист это я думал что антихрист придет от россии по вашему получается он придет как со стороны где-то сша сша запада я это не говорил он будет из израиля а лена данного данного 12 колен один дан и дан говорит будет змеем и так что всадник упадет нас нас здесь это вот написано а дано слышен храп коней еремея пишет и когда в откровении перечисляется 12 колен по 14 12 тысяч или сколько и данного не упоминается его нет его антихрист все это еврей евреи седьмого колена блуда евреи они примут все его или часть не часть многие узнают что даже он не обрезан как полагает владимир соловьев и броситься от него и он тогда начнет преследовать детей божиих они по тысячелетия готовили приход его и были обманута разочарованию нет предела и поэтому евреев и я все всем говорю хочешь быть благословен никогда не проклинает только благословляем всеми авраама чтобы они познали истинного спасителя бога христа иисуса но они я знаю что часть из них она уверует во христа действительно это останется спасется остаток остаток спасет да но вот какая-то часть его примет а религия какая-то будет антихриста сядет как бог выдавая себя за бога в храме в храме сядет он как бог религия в него самого то есть это будет не похоже ни на что ни на что до сих пор до сих пор не существует то есть совершенно новое это претендовали многие на это полубогом себя считал нерон и александр македонский считал что мать ему сказала защита зашла там звезда и проще а это реально сядет написано как бог выдавая себя за бога в храме божьем послание кисло не кица вторая глава да значит это что-то новое в общем то к этому все и шли возьми сталин последние времена гитлер был каждое слово закон внимали намек какой-то маленький жест и все это объяснялось гениальнейший визион гениальнейший отец всех народов и проще ну вот это был я просто почему спросил про религию я имел ввиду что его примут евреи могут ли они принять того кто совершенно чушь их вере ищу что он будет по закону делать все и храм будет восстановлен и рыжую телесу принесет он жертву и пеплом окропить все это с кровью он все будет исполнитель ревнитель законом и для всех это очень хорошо подробно три слова об антихрисе владимир сергеевич соловьев говорит что вам нужно православное православным нужно то 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 пожалуйста храмы колокола и только единицы людей скажут на признай что он есть спаситель христос католики примут его протестанты но везде найдутся те которые скажут признай что иисус был бог мессия а вот этого я сделать не могу и откроется тогда кто он таков значит это будет все таки он будет поначалу иудей да то есть вот законник я мне они его примут он исполнитель закона ревнитель закона еврейского вот скажите вот ну вот у них у них есть у удаизме есть различные течения есть такое более простое по талмуду есть мистическое учение там каббала вот он по-вашему будет все таки мистиком или будет каким-то обычным вот законником талмудистом поначалу это непонятно тонкости святые отцы не говорят умалчают и я ничего не могу сказать но знаю что это будет комплексно он будет исполнитель и мистик и будут видения и так что образ будет двигаться и говорить это видимо голография да но хотят без я думаю могут соорудить при попущении боже что угодно и без технических всяких этих именно так он во всем будет подражать христу и родился вифлееме я девы он будет это доказывать а дальше не получится в одном месте он споткнется он не сможет сделать того чтобы дети мало крещали благословен гряды во имя господне почему дабы сделать безмолвным врага и мстители об этом говорит иоанн златоус это никому не удается почему ребенок крещеный и сатана ничего не может сделать чтобы дети грудные в пеленках крещали и так приветствовали вот этот пункт его не выполнить то есть получается что вот христиане тоже часть естественного приму значит он что-то будет делать вот как вы говорите подражать христу значит он тоже что-то из христианства воспримет какие-то а ну вы ссылаетесь на три слова антихриста я ссылаюсь на осипова алексея ильича он говорит антихриста примут в первую очередь православное у них все время жажда царя искупителя они все ждут он таким ему покажется это его слова вот именно поэтому я считаю я тоже согласен с этим я считаю что он от россии придет может быть он я рей рожденный здесь на из колена данного где-то вполне может быть но алексей ильич здесь подчеркивает абсолютно точно русский я готова чтобы принять у меня у меня просто простите сейчас уже сейчас сядет батарейка я в общем спасибо да я свой вопрос выяснил и может быть еще как-нибудь с вами позвонил если вы не пройдете или спасибо господи слава иисусу до свидания еще кто-то стучится все это мир вашему дому